привет второе марта вот радость венспилцы вчера открыли аквапарк так что добро пожаловать вышли вечером мы привезли дочку вот бы на бассейн и сюда оказалось что подняли там большие аренды и тренер пока но сказал не будет занятий пока там не неясности все очень нестабильно везде по ценам вы же сами все видите под топливо тоже дорожает в латвии вот сегодня в энспилсе смотрели дизельное топливо уже стоит 1 евро 57 евро центов это ну да я не знаю как это пересчитать другие валюты но вот так почти евро 60 бензин соответственно еще на 10 центов дороже это вот такие дела так что сегодня занятий не будет у дочки и думаю может быть сейчас время заката пока может быть чуть-чуть пройтись что ли такой короткую прогулочку по городу пока совсем темно не стало чтобы так немножко показать на улице сегодня я бы сказал вообще безветренно да вообще безветренно плюс плюс 3 градуса такой довольно такой резкий резкий такой свежий такой холод плюс но холод да мы нас находимся на авто вокзале наш вот красавцы автобусы приезжают но это местные когда городские вернее межгородские тогда они такие другие они такие большие мощные это же сегодняшнего дня латвии отменили ограничения какие-то то есть во многих местах уже не нужен ковид сертификат вот сейчас вот сейчас я взял с собой маску вот так знаете как одной рукой надевать маску не умею как какой-то не знаю как как-то бандит да убежишь вот сейчас будет и не знаю зайдем может быть в автовокзал коротко покажу какой у нас автовокзал автопочта тут зал ожидания красиво все супер о красивый логов войн спелс нож вот видите как магазин тут по всему войн спелсу такие красивые экраны установлены везде что показывает достижение города вот но они меняются постоянно и все же но так красиво все вот так не будет пущать народ ну так здорово вот межгородские они такие побольше автобусы вот как там стоит но и тут расписание тут каждый 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 час почти в ригу ходит автобус вот так просто там просто там жена осталось говорить с другой женщиной но которая тоже дочку привела на на аквапарк ну просто тренер объяснял что к чему поэтому так и вот вот они вот вот они вот там разговаривает но я хочу немножко прогуляться сегодня по городу но короткую прогулку такую что и где и как происходит ну вот так давайте прогуляемся ну что выйдем чуть-чуть в сторону города о через прекрасная остановочка темнеет на самом деле камера так не очень любит обычная камера это не очень любит такой вот уже когда не так светло поэтому ну что-то будет видно но не так как идеально как хотелось да ну что в тиркулезный наш цвет красавец свежий свежий воздух мне нравится вот как бы вот кто-то думал ну зачем ну вот так супер эстетично до разложены камни и и полицейской нашу коробку так ну ну и что мы можем идти давайте пройдем сейчас будут уже так непривычно закаты позже и позже да приятно уже подготавливает здесь как я уже говорил купили там сколько его 90 тысяч по моему 96 тысяч тюльпанов будет где подбан спал сам поезд весь тюльпанах вот это будет суперская красота спокойно опять же сегодня у нас что у нас сегодня рабочий день до вечер курортный город поэтому не удивляйтесь что людей мало кстати в комментариях были но несколько очень вы очень приятные комментарии пишите спасибо вам и один комментарий тоже упоминался там мысль о том что латвия очень красивая и это правда но как бы те кто живем но наверное если бы я жил в другой стране я тоже бы старался ее описать с позитивной точки зрения что-то красивое и можно увидеть да поскольку я живу в латвии всю жизнь я я латыш чистый учился в латышской школе вырос но очень много прожил в русской среде поэтому этот знаю как бы тот и тот народ и я о том что но на латвии здесь можно смотреть с позитивной точки зрения здесь много красивого и одна из вещей которые вот люди люди лет но вот смотрите вокруг как бы кто-то сейчас напишет что это мало людей но это вечер это действительно немного в риге других городах других местах было бы больше людей но но нам нравится мы как раз говорили что представляете если но те кто из городов больших городов вы знаете наверняка что ты выходишь на улицу и хочется вот отдыха вот хочется такого ну к природе почему люди стремятся вот раньше я наблюдал в поездах так вот пустой вагон большой и как люди сидят вот если скажем там будет таких парных сидений мест но скажем 30 или но 40 и зайдет 40 людей как они сядут все как правильно каждый в своей вот этой парном сидении чтобы как бы их каждый в своей каюточки почему потому что людям часто нравится приватность но не хотят просто отдыхать подумать о чем то своем и мне нравится такой был вокруг такую знаете шурум-бурум там происходит это так и когда вот пикник вы идете делать семьей скажем или самыми близкими друзьями как вы вы стараетесь какой-то ближе какой-то компании быть или поближе там где орут кричат и другие громко смеются нет возьмет вы пытаетесь пойти в место более приватное да ну может быть где-то вдалеке люди но вам будет где-то семья где-то заговорились сзади но да так вот вам будет более комфортно если вокруг природой но и не не надо будет долго и стрессово искать где бы там остановиться где бы вот отдохнуть в риге для меня как жителя риги бывшего один из ног чуть-чуть многовато людей хотя тоже 600 тысяч жителей но это маленькое количество но в энспилс это вообще супер кто-то говорил вот так что раньше лет 30-40 назад здесь просто ну во первых город был два раза больше там 60 тысяч или как люди по улицам ходили гуляли но это то время было сейчас вот так по-другому и опять же сейчас но зима ну вот сейчас сейчас закончила зима и конечно все по-другому да где они там да сейчас зима и летом конечно здесь будет больше и так далее но все-таки нам нравится что вышли в чистый красивый город погулять и что нет таких толп людей но днем конечно вот будет больше и так да поэтому это вопрос вкуса и самое главное что пространство большие но в латвии вообще и вот возле в энспилс это вообще конфетка супер что можно съездить в лес можешь съездить к морю если тебе нравится городской пляж можешь есть городской пляж летом кстати он будет просто полон людей людей будет много но в то же время если ты хочешь дикий пляж хочешь приватность то ты тоже можешь чуть-чуть поехать подальше смысле 5 километров дальше и все такие приватные все поэтому ну поэтому так нам нравится но вот так вот идет семья идет семья вот там идет семья что-то они там показывают нет когда вдаль чуть-чуть весом на вечером так не очень хорошо вижу ну вот так и еще один одна одна мысль из одного комментария очень тоже позитивно но все мысли были очень ободряющие спасибо и одна из таких была такая что вы помогаете видеть и радоваться простым вещам как бы и мне кажется что это важно всем нам да а где но идите ко мне наверное и это наверное важно всем нам что мы не стрессуем не думаем что счастье там где-то на мальдивах только или как-то так это разнообразие все ну когда мы не можем изменить обстоятельства тогда мы просто можем изменить отношения как там была эта пословица если я могу не точно если гора не идет к магомеду то магомед идет горе или как-то ну вот так поэтому мы тоже стараемся просто видеть хорошая красивая вокруг нас если мы сделали все что мы могли чтобы там жить лучше комфортнее то не жить в стрессе какой-то ярости или в чем-то таком что что вызвало у нас до самых стресс поэтому стараемся увидеть красивые изюминки в каждом городе один раз я даже так подумал не стесняйтесь приглашать меня ваш город я могу прийти или ваше предприятие ли вы что-то я могу прийти и сделать позитивный обзор а именно и могу прийти и обратить внимание на зрители или людей на на позитивные вещи чтобы чтобы людям они заметили почему это что-то цветочка цветочный магазинчик а какой красивый цветочный магазин красота и за через этот скверик можешь продать но идите прямо я или так или тоже или здесь пройдем подснежники да но уже темновато может ли так не увидите подснежники вот тут красивенько таков везде подснежники по чуть-чуть начинают вылезать то первые 5 2 марта только ну вот и тут такой скверик один из сквериков на закате здесь как он называется этот чудик поедатель клюквы скажите пожалуйста он похож на поедателя клюквы но он молодец клюква и так и это красная очень кислая ягода ягода но очень полезно да и здесь будет фонтан лет но летом включат красиво не могу нарадоваться и жене наверное часто говорю что она красивая но так но так мне нравится да ходит болтания ну когда суперская жена почему не порадоваться включит кстати скоро освещение сейчас пока нет до туалет и вот ну вот хитро сделали 20 евро центов стоит но кстати возле держ детских площадок лайфхак опять а я не знаю там не пойдем там бесплатно есть только черная кнопка написано детям до 12 лет бесплатно нажимаете дверь открывается но так люди взрослые обычно так не пользуются но просто что не надо думаешь чтобы деткам куда сходить вот за нами мы можем да да наверное здесь и потом через скверик до мы наслаждаемся эстетикой без масс людей правильно нам нравится это супер везде так аккуратненько я говорил у нас недавно были бури и так далее и много накидала веток там где-то бумажки были с ветром придула или штат вчера и сегодня это я видел наблюдал как венспиллские работники думы и везде как они как пчелки с организованы классно сразу они там начали шуршать и все это наверное здесь перейдем и и посмотрите на венспиллс но он просто идеально чистый просто идеально чистый да вот ну что о венспиллс идеально чистый посмотрите какая красота скверик супер посмотрите конечно сейчас сейчас нет еще цветов там и так далее они будут они будут и вот например здесь это работники они очищают посмотрите как аккуратненько весь этот бордюр здесь специально вот ну а здесь вот вырвало корнем дерево и они его но будут вытаскивать и подготавливают умнички и так далее так здесь клондайк там кафе кстати такое когда-то пять лет назад этом был вкусные такие разные ну вот вечерний венспиллс вечерний венспиллс и и вот так такая небольшая прогулка так что спасибо что смотрите всем приятного вечера и пока и и и и и и и и consume и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok